Добрый день! Меня зовут Андрей Масалов. Я являюсь тренером Microsoft, работаю в компании Softline. И вот хотелось бы записать небольшой видеокаст о первом моем знакомстве с Windows Server 2012 R2 Essential. На самом деле, с данным продуктом я до этого не работал. И мне хотелось бы просто изучить его какие-то особенности, функциональную работу. Ну и делать мне хотелось бы это прямо на живом примере, непосредственно начав с его инсталляции. Мы сейчас в этом докладе инсталируем Windows Server 2012 R2 Essential, посмотрим какую-то базовую функциональность, которая в нем доступна, ну и попробуем сделать, может быть, какие-то первые настройки, чтобы можно было уже непосредственно данный сервер эксплуатировать. Ну что ж, начнем мы все со старта виртуальной машины, которую я только что подготовил. Виртуальная машина совершенно с чистым жестким диском, к ней уже подключен ISO образ, который я скачал вчера. Вся виртуальная среда находится в Windows Server 2012 R2, в гипервизоре, на моем ноутбуке. Поэтому, может быть, производительность данной виртуальной машины будет желать лучшего. Но я постарался выделить как можно больше оперативной памяти, ну и, соответственно, отдельный жесткий диск для работы данной виртуальной машины. Что ж, давайте посмотрим. Мне предлагается уже запуститься. Ага, видимо, я тут уже пропустил момент. Давайте попробуем перезагрузить виртуальную машину. Сейчас вот я нажал. Загрузка пошла непосредственно уже с ISO образа. А я создал машину второго поколения. И вот установщик уже, в принципе, достаточно нам знакомый. Предлагающий установить Windows Server 2012 R2. О том, что это Essential какая-то версия, мы даже пока не подозреваем. То есть пошел процесс инсталляции. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Мне предлагается ввести ключ. Предлагается принять лицензионное соглашение. Мы его поднимаем. Это будет у нас выборочная установка на диске, соответственно, 127 ГБ для виртуальной машины. Я выделил жесткий диск. Ну и пошел процесс инсталляции. Ну и я так думаю, что мы на этом моменте прервемся и продолжим уже непосредственно после окончания данного процесса. инсталляции. Вот. Инсталляция подходит у нас к завершению. Мне предлагается задать пароль администратора. Что ж. Сделаем. Это. Посмотрим. Ну, вроде бы все верно. Необходимо будет, наверное, еще немножко подождать. Ну, то, го, как появится пользовательский интерфейс. И мы сможем уже посмотреть, какие возможности реализованы в данной версии операционной системы. Ну, вот. Операционная система инсталлировалась. Давайте непосредственно в нее зайдем. И посмотрим, что же там присутствует. Процесс загрузки. Первоначальный. Все время занимает некоторое время. Так что, я думаю, на это обращать внимание не стоит. Так. Ну, мы видим вот уже у нас, что уведомление о сети включилось. Да. Я согласен, чтобы искали какие-то другие устройства в данной сети. Сеть я подключил внешнюю, чтобы у установленного сервера был доступ в интернет. Открывается окошко Windows PowerShell. Сейчас посмотрим, что будет в нем происходить. Из интересного я вижу слева панель мониторинга. То есть у нас внизу нет диспетчера сервера, есть только панель мониторинга. Так. Окошко с Windows PowerShell закрылось. Интересно. Ну, давайте запустим панель мониторинга. Что же это такое? Ага. Не успел я запустить панель мониторинга. Открылось новое окошечко. Настройка Windows Server Essentials. Ну, давайте подождем. Что будет? Вот сейчас написано, что идет проверка конфигурации вашей системы. Хочу еще раз напомнить, что с данным продуктом я не знаком. И изучаю его прямо сейчас, вот в процессе инсталляции. О его возможностях Windows Server Essentials я тоже, на самом деле, мало что знаю. Я знаю, что здесь должна быть почтовая система. В первой части, кажется, есть база данных SQL. Но вот какие-то более конкретные подробности я на данный момент не хочу рассказывать. Да, на самом деле, у меня цель была как раз-то именно такая, чтобы посмотреть, как может администратор, который ничего не знал о Windows Server Essentials, разобраться с ним и установить, настроить. Ну вот, тут Windows Server настраивается, как первый сервер в среде. То есть предлагается, что у нас сейчас около 30 минут, это может быть процедура занятия. Ну что ж, давайте начнем. Ну, время, давайте все же, конечно, мы поставим местное. Я нахожусь в городе Красноярске и поставим город Красноярск. Вот он у нас, часовой пояс. Время верное. Окей. Далее. Сведения об организации. Предлагается ввести имя организации. Ну что ж, давайте воспользуемся стандартным именем Microsoft. И предполагается тут же сразу заполненные поля имя домена и имя данного сервера. Ну, я так полагаю, что, в принципе, нас все должно устраивать. Хотя, может быть, мы добавим сюда. Хотя, давайте все по умолчанию оставим, зачем мы будем что-то изменить. Вот и посмотрим, как это все будет выглядеть. То есть сейчас, я так полагаю, имя учетной записи администратора. Ну, давайте воспользуемся таким вот учетной записью. То есть с этой учетной записью написано, что мы будем выполнять задачу управления сервером. Хорошо. Параметры обновления. Рекомендуемые параметры, естественно, воспользуемся. Ага. Кнопка «Далее» не активна. Ну, что ж, это, видимо, последний шаг. Нажимаем кнопочку «Настроить». Ну, вот как раз-то вот этот процесс и займет до 30 минут. Не выполняйте другие операции. Угу. Хорошо. Ну, что ж, я тогда полагаю, что мы опять снова с вами прервемся. Ну, вот, процесс работы мастера завершился. В процессе работы сервер один раз перезагрузился. И обратите внимание, что имя сервера уже установилось. Домен тоже настроился, я так полагаю. Ну, вот мне предлагается зарегистрироваться в Microsoft Online Services. Ну, я так полагаю, что данный шаг мы все же пропустим. Так. Ну что, давайте подождем. Возможно, откроется еще какой-то другой мастер. Какое-то время. Угу. Следующего мастера у нас уже не открывается. Хорошо. Давайте тогда запустим панель мониторинга. И посмотрим, что вот она из себя представляет. Угу. Windows Server 2012 R2. Угу. Пока ничто не говорит о том, что это Essential. Что ж. Ясно. То есть, у нас получается, что здесь некий аналог сервера менеджера. Угу. С уведомлениями. Давайте посмотрим, что это с уведомлением. Предупреждающее оповещение. Угу. Одна или несколько папок сервера расположены на системном жестком диске. Но я так полагаю, что это для нас является не очень критичным. Ну что, давайте вот мне предлагается на самом деле сделать установку. Я так полагаю, что в процессе установки, а вот дополнительные шаги, есть достаточно простые, обратите внимание, получение обновлений для других продуктов. Все достаточно очень понятно. Ну, давайте получение обновлений сделаем. То есть, использование центра обновлений. Будет. Прошу прощения, если звуки какие-то происходят со стороны окна, коммунальные службы зимой красноярские чинят трубы. Так. Ну что-то... Общие... Изменить установки обновлений. Ну ладно. Хорошо. Я так полагаю, что первый пункт я выбрал. Добавление учетных записей пользователей. Ну, давайте добавим учетную запись. Ну, наверное, как минимум, первым пользователем буду, собственно, сам я. Окошечко достаточно простое. Ну, давайте я заполню. Андрей Масалов. Имя учетной записи. Ага. С каким я логином буду заходить. Давайте не будем слишком оригинальными. Требованием сложности. Уровень доступа. Ну, сразу видно, да, обычный пользователь, либо администратор я хочу создать. Давайте администратор я уже... у меня уже есть учетная запись. Давайте вот обычным пользователем создадим. Уровень доступа к общим папкам. На уровне организации у меня есть чтение и запись. Далее. Так. Разрешите ли мне VPN? Угу. Интересно. Удаленный веб-доступ и доступ к приложениям веб-служб. Интересно. Выбранный доступ. Ну, что ж. Хорошо. Я пока это все настрою. Веб-сервер. Ага. То есть для того, чтобы подключиться к компьютеру изнутри, изнаружи, мне понадобится вот этот URL. Хорошо. Давайте его запомним и будем использовать в дальнейшем. Добавление папок к серверу. Интересно. То есть для того, чтобы папочки создать. Ну, добавим папку. То есть имя данной папки. Ну, давайте создадим какой-нибудь отдел. Допустим, папочка для отдела IT. Ну, расположение, я думаю, что для нас стандартным. Папка отдела IT. Ну, я думаю, конечно, в маленькой организации отдела IT никакого нет. Но, тем не менее, для меня будет чтение и запись. Обратите внимание, пользователи. Мастер архивации. Ну, мастер архивации, я думаю, что мы сейчас запускать не будем. Я думаю, что в следующих шагах это можно будет как-то настроить. Давайте добавим еще одну папку сервера. Ну, чтобы у нас был какой-то набор для творчества. Ну, только чтение. Настройка архивации данных сервера. Ну, что ж. Посмотрим, что здесь возможно. Я так полагаю, что этот шаг я все же пропущу по одной простой причине, что, собственно, пока задача с архивацией состоит не особо актуально, но вот возможность весьма интересна. Пожалуйста, да, то есть выбрать диск назначения, архивируемое расписание. Ну, давайте мы это все тогда пропустим. Пропустить эту задачу. Повсеместный доступ. Интересно. Используя повсеместный доступ, сетевые пользователи могут безопасно передавать файлы и получать к ним доступ. Запускать приложение и создавать резервные копии своих устройств с любого компьютера или устройства с доступом в интернет. Ну, давайте попробуем настроить повсеместный доступ. У меня, в принципе, дома, где я сейчас нахожусь, белый IP-адрес, поэтому мы можем даже пытаться проэкспериментировать. Этот мастер помогает настроить для сервера маршрутизатор, конфигурацию имени дома, платформу веб-службы, доступ через сеть VPN и удаленный веб-доступ. Ну, давайте тогда мы вот этот мастер, все же, я полагаю, весьма сложный, но и на первоначальном этапе он нам не нужен. Давайте пропустим. Я думаю, что к этому всему можно будет вернуться. Настроить параметры отчета о работоспособности. Ну что ж, отчеты, это, наверное, важно. Расписание и электронная почта. Ежедневно, ну, давайте, да, ежедневно и отправителя. Интересно. Интересно. Ну что ж, давайте пока зададим какой-то примерный, да, адрес. Допустим, наш сервер. Допустим, сервер, собачка, адатум, ком. Имя смтп сервера, а вот это вот, адатум, сервер. Да, действительно, нужен. Имя пользователя, сервер. Даже адатум, сервер. Допустим, пароль, сервер. Ну, я так полагаю, что это все-таки не критично на данный момент. Но вот кому же мы будем отправлять почту? Отправлять, естественно, будем мы мне. Что ж, параметры отчетов, в принципе, настраиваются не так сложно. Настройка службы восстановления клиента. Интересно. По умолчанию на сервере создаются резервные копии для всех клиентских компьютеров, подключенных в сервер. Если клиентский компьютер становится недоступным, ему можно восстановить с помощью службы восстановления клиента. Также вы можете создать загрузочный USB-ключ в разделе задания архивации клиентских компьютеров на вкладке устройства. Все очень интересно. То есть мы клиентов еще можем архивировать. Но давайте этот шаг по поводу архивации все же клиентов пропустим. Ну, и последний шаг подключения компьютеров. Ну, давайте, наверное, все равно пропустим. Да, хотя вот на самом деле, обратите внимание, что есть вот даже адрес, да, к серверу, к которому мы можем обратиться и, в общем-то, пользоваться. Вот этот коннект, который нужно, необходимо будет запомнить. Давайте мы прямо на самом деле сейчас в интернет-эксплуере посмотрим, что же он из себя представляет, потому что на данный этап мне уже становится очень интересно, что же там находится в этом аддатом сервер коннекте. Использовать рекомендуемый параметр. HTTP, HTTP или HTTPS. HTTP, а данный этап, сервер, коннект. Я так полагаю, сейчас веб-интерфейс какой-то появится, который вот сможет мне что-то показать. Тут мне предлагается выключить. Ну, давайте, наверное, выключим усиленную безопасность. А может быть, здесь у нас все еще присутствует сервер-менеджер? Да, действительно, здесь присутствует сервер-менеджер. Тут все очень просто. Оказывается, он есть, он никуда не делся. знакомый нам сервер-менеджер. И сейчас мы тогда эту усиленную безопасность как раз-то успешно выключим. И попробуем заново. Ну что ж... Уже недостаточно нетривиальный момент, да, о том, что нужно было выключить... Ага, выключить недостаточно, нужно перезагрузить интернет-эксплойер. О, вот сейчас все должно быть очень даже хорошо. Для подключения к серверу другого компьютера перейдите на другом компьютере и нажмите эту кнопочку. Хорошо, ладно. Закроем тогда. И спичер серверов тоже свернем. Пропустить эту задачу. Что ж, службы. Интеграция с Windows Azure Active Directory. Но она нам не нужна. Офис 365. Интеграция с Windows Azure Backup. Change Server. Отключено. То есть это все у нас отключено. Ну и я так полагаю, что это мы настраивать в данный момент и не будем. Надстройки. Надстройки. Управление со службой Windows Azure Backup. Нет. Краткая информация о состоянии. Это тоже у нас пока неинтересная справка. То есть я так полагаю, что доступ к Change'ю у нас только из онлайн службы Exchange. Я не использую пользователей. Ну давайте посмотрим, что тут еще есть. на вкладке пользователей у нас присутствуют. И пользователи, которые присутствуют. Давайте еще одну учетную запись добавим. Может быть даже несколько. Посмотрим, как это все будет происходить. Обычный пользователь. Обратите внимание, к организации у него нету доступа. К организации чтения и запись к IT у него нету доступа. Стать учетной записью. Закрыть. Ну что, давайте группы пользователей можно добавить. Пока этим не будем заниматься. Задать политику паролей можно. Что тут еще можно сделать? Изменить параметры истории файлов. Это, видимо, ShadowCopy нас строит. Ну пока данным экспортом тоже всех удаленных подключений тоже не будем заниматься. Устройства. Ну здесь, я так полагаю, должны быть показаны непосредственно компьютеры, которые присутствуют. Ну в данном случае у нас тут компьютеров нету. Их пока мы не добавляем. Хранилище. Посмотрим, что у нас здесь присутствует. Архивные копии клиентских компьютеров, журналы файлов, галтерия, IT, организация, перенаправление папок, пользователи. Обратите внимание, есть у нас перенаправление папок. Какая-то папочка. Интересно. Приложение. Как устанавливать и удалять надстройки. О продукте. Да, безусловно. Давайте перейдем на веб-сайт. Ну и видим о том, что у нас страница не найдена. В вопросе в данный момент участвовать не будем. Что ж. Я так полагаю, первоначальную настройку мы уже весьма и весьма произвели. Параметров можно использовать, настройки какие-то делать. Хорошо. Я так предлагаю, что на этом процесс инсталляции мы, наверное, закончим. В принципе, что мы посмотрели, что инсталляция самого сервера Essentials непосредственная первоначальная настройка, какие-то добавления простых действий по работе с папками, с пользователями, сделаны достаточно просто. Да, то есть, чтобы это, в принципе, мог сделать даже необычный системный администратор. и, в принципе, я так полагаю, что очень интересное решение для малого бизнеса. Я думаю, что это не последний мой доклад по Windows Server 2012 R2 Essentials. В дальнейших докладах я постараюсь все же описать больше возможностей Windows Server, показать какие-то способы настройки, все то, что не удалось показать сегодня. Так что, до новых встреч, коллеги! Спасибо за внимание! До новых встреч!